Первая глава, 12 по 17 стих, говорится о том, как 11 апостолов, чувствуя, что один отступил, неполнота, стали думать о том, как восполнить недостающие. И было две кандидатуры, которые отвечали определенным требованиям. С самого начала ходили со Христом, все видели на равных. А вот теперь, если бы сказали голосовать за кого, проголосовали бы, может быть, и поровну. У каждого есть более к нему привязанное. Даже вот у нас здесь, мы два брата, батюшка священник, и я знаю, не одинаково, кто кому привязан. И вот тогда они решили бросить жеребий. И вот конкретно представить, как это делалось, мы не можем, нигде не написано. Но о слове жеребий в Библии говорится 92 раза. Значит, стоит их рассмотреть, и уже картина обрисуется. Для чего? Чтобы узнать, когда у нас возникает подобная ситуация, имеем ли мы право бросать жеребий. А если научатся жеребий бросать, да каждый день начнут они у нас как бросать. Идти на работу, не идти, выпало не идти, лежать на кровати, не лежать, лежать выпало. В каком случае можно жеребий бросать? Я, как обычно, провожу посвященное описание, а потом подведем итог. А вопрос-то не праздный. К слову сказать, патриарха Тихона избрали по жеребию. Было три кандидатуры избрано. Всероссийский собор и три кандидатуры. Самое большое число голосов набрал Антоний, который в дальнейшем будет в заграничной церкви. А Тихон меньше всех. Но а какой из трех взять? Ну ясно, у кого больше голосов нет. Нет, это еще не все значит. Бывает, человек так умеет обращать, как Авестолом, все государство перетянуло, от Давыда все отвернулись. Но жеребий пал на Давыда, ему голову, говорит, сосекли. Все. И вот здесь решили, чтобы кто-то вытащил из определенного ящичка три записки. Одинаково они должны быть свернуты, в одинаковые капсулы заложены. Кто-то бы руку запустил, не заинтересованный. Обычно так, ребенка маленького берут, ну давай, возьми. Вот выигрыши, когда идут по лотереи, маленький ребенок показывает, берет, вытаскивает. Ну ясно, что он ничего не понимает, совсем маленький-то. Считает тот. И здесь привезли не ребенка, а старца Алексея, схи-монаха, схи-архи там, слепого, который вообще ничего не понимает. От политики совершенно отстранен, от церковного руководства далеко отстоит, не заинтересован. Специально его вытащили из Келли и знают, что он подвижник, молитвенник в этом смысле, монашеском. И спросили, доверяете, да, конечно, но теперь перемотали, перекрутили, давай, все молятся в это время, с молитвой достал, читает жребий. Тихон, все, аксиос, все согласились, да Тихона там всего 37 голосов, по меру сказать, а то 370. И тот опустил голову, все смирились. Это воля Божия, мы молились. Нужно научиться преклоняться перед волей Божией. Так что же такое жребий? Где он применялся в Ветхом Завете? В первой книге Паралипоменон, что переводится добавочная книга, 25 глава 8 стих. И бросили жребий очереде служения, малый наравне с большим. Вот как еще бывает. Малый наравне с большим. При храме служить. Кому какая череда. Значит, когда несколько священников, и кому когда служить, как выпадет, вот по череде служат в соборе. Священники, это не в один день, говорят, а не моя череда сейчас. Вот, значит, здесь разрешается. Второе. Судей, 20 глава 9 стих. Идти по жребию войной. Несколько частей, а какой полк пойдет? Бросили жребий. Вот теперь они пойдут. Конечно, у них будет и добыча, но у них будут раненые и больные. Вот если по жребию сейчас стали кидать, то Алтайский ОМОН не идет. Я думаю, многие бы и согласились, а иные бы нет. Но тут так, по порядку у них идет. Значит, когда дело касается войны. Первая книга Царств, 1442. Бросили жребий. Между ними, когда жребий, какой район, где достанется земля. Вот, когда делят. А это вот сегодня может вполне встретиться. Дачники. Деревню у нас отделили. На каком месте кому селиться. Сразу несколько человек приехало. Я хочу, и ты давай жребию бросим. Я или ты здесь будем. Но я раньше здесь жил. По жребию. Если так будет настаивать, нужно согласиться. И церковное собрание, и священник. Бросили жребий. Выпало мне. Ну вот и все. Ты должен с этим согласиться. Книга Ниеме, 10.34. Жребий бросали. Кому носить дрова в храм? Вот у нас бы бросили так жребий. Вот, допустим, разбили бы на группу человек по пять. И каждый год кто-то будет обеспечить углем и дровами. С меня, чтобы сняли это. Не некогда и не охота. Ну, у нас вот один брат занимается. Эконом, комендант. Все. Я тут сбоку немножко. Жребий, оказывается, можно по обеспечению дома дровами и углем бросить жребий. Ну, сначала договориться. Если были такие сильные у нас братья. Книга Испирь, 3.7. Вот здесь говорится о том, как Аман надумал, научаемый дьяволом погубить еврейский народ. Но когда не знал. И поэтому, говорят, бросали изо дня в день пур. Что означает жребий. Вот от пурима они празднуют. Пур. И бросали каждый день из месяца в месяц. И пало на 13 число 12 месяца. А вот никто не знал, с чем это кончится. Это время еще не пришло. Бог переменил ситуацию. Все, чьи жребия сбросил. Этот день был днем отмщения. Когда евреи начали убивать тех, кто хотел их убивать. Все перевернулось. Долбили немало. А 70 тысяч зарезали. С печатью президента разрешили. Кто против вас был, режьте всех. А вы власти милиции помогаете им. Вот бросает пур. Псалом 15 глава. 15-й псалом. 5-й стих. Господи, ты держишь жребий мой. Жребий что-то похожее на судьбу. Хотя судьбы у человека нет, но все дни записаны в книгу для меня, назначенные, когда ни одного дня не было. То есть, это моя участь. И ты ее держишь в руке твоей. Евреи постоянно об этом молятся. Господи, моя судьба, жизнь, жребий мой, да будет завязано у тебя в узел. Вот что-нибудь хранить хочешь? Положай, потом замотай, в узел завяжи, чтобы она оттуда никак не выпала. Салом 124.3. Не оставит Господь жезл нечестивых над жребием праведных. То есть, незримый жребий у каждого есть. Их жребий над нами не останется. Вот мы разговариваем с братом. Я могу по своей жизни показать. Те, которые его гнали. Там настоятель, управляющий КГБ. Ни одного нет живого. Меня, которые гнали потеряются. И ни одного нет нигде. Один убил, другого инсульт, третьего выгнали, четвертого убежал. Ни одного нету. Даже одного нет. Кому я могу подойти и сказать. Бог не оставил их жезла, то есть угрозы над нашим жребием. Жребий это написанная моя жизнь у Господа. Они хотели ее изменить, по другому руслу пустить. А мы молились. Молитва исполнилась. Ничего не надо делать. Надо молиться и жить праведно. Притча Соломона 16.33. В полу бросается жребий. Но все решается от Господа. Вот как. Я подумал. А почему не в шапку? Да кого ни в шапку не было на голове. Это как с челма намотана. А они полу вот так завернут, в полу бросят, потрясет. Ну, ребенок, иди вытащи. Что там вытащится? Чей? Как в сказке в одной рассказывается. Царь так не хотел дождь свою отдавать. Ну и в воде красный жемчуг лежит. И белый. Белый? Это означает, ты выиграл. Женишься. А красный голову снесут. Какой бы жених ни был, что бы ни делал, вытащит. Красный. А она его полюбила, говорит, и сказала, говорит, они оба красные. Какой бы ты ни вытащил, он в воде, его не видно. Руку там возьми, вытащи, откроет. Ну, все видят. А палачи рядом стоят, сразу прям тут же голову отрубают. А стоит на, и в море сбрасывает. А стоит на шахоте, прямо над морем. Он додумался, что только взял, глянул, о, какой я счастливый, попался белый, и сразу бросил в море. Все говорят, как-то, ну, посмотрите, как он второй открыли. А там было что, белый и красный, там красный вытащили, второй красный. Ясно, что я вытащил белый. То есть, сказка-то ложь. Насколько дается здесь размышление, что лукавят при жребии, обманывают, доверяться нельзя безбожникам. С безбожниками жребий бросать нельзя. Вы не думаете, что сказка ничего не дает? Просто люди иногда боялись сказать правду и в виде сказки все это показывают. Говорят, в ней ложь, большой намек. Надо смотреть. Жребий не соглашайтесь ни с кем бросать. Никогда. Нигде. Если придется такое делать, обязательно должны быть здесь духовные братья, священник, по молитве, в храме быть может. Только так. Притча Соломона 18-19. Жребий прекращает споры даже между сильными. Значит, есть вопросы, которые никто не может решить. И так решается, и так. Тогда жребий. Значит, не только между бедными, но и между сильными. Но не чужие должны быть жребии. А только между нами какое-то дело не решается. Кому когда служить, вот мы разбираем, какие места. Книга пророка Даниила 12-13. Итак, это относится к последнему времени для получения твоего жребия. Значит, до последнего времени запечатано что-то у Бога есть. Никто этого узнать не может. Жребий назначен. Я сразу стал думать, а о чем же это речь? И думаю, Россия, мое родное государство. Да жребий же у Бога пал. Как говорят, сатана выпросил Русь у Бога. А за что? За беззаконие, за то, что отступили от слова. И Бог изменил намерение во благо было, а изменил во зло. Огромная территория, все рушится, рубится, республики все отходят. И изменил жребий. Хотя было и запечатано. И жребий, и написано в книге пророка Илья, 3-3, о народе моем бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и отраковицу за вино. Когда пленили, и так расценили. Сколько тут? А у меня 15 тысяч пленных. А мы сидели, выпивали и бросали. За вино отдавали. За блудницу. Вот такое положение было с русским народом. Свет нации пошел в ГУЛАГ. И как описывает о них бывшие там, что там они делали. Как они менялись. Чужие жены. Чего только не делалось. К ним прикоснуться нельзя было. Специально был указ такой, что священников, епископов не направлять на грязные работы. Переменился закон направлять только на самые грязные. Чистить туалеты и прочее. Жребий был брошен не человеком, а Богом. Книга Авдия, 1 глава, 11 стих. Бросали жребий об Иерусалиме. И что дальше будет? Враги бросают жребий. Кто будет наступать? Кому какая часть города достанется? Кому разграблять? Быть может, о России где-то бросается жребий. Только не по-тогдашнему, а сидят с компьютерными управлениями. Рассчитывают. Масоны. Европейские союзы. Как делить Россию? Об этом много сейчас пишут. Вот войти в этот европейский дом. А нас уже, думаю, брошен жребий. Уже миллиард сбоку китайцев смотрят наши территории и делят до Урала. И далее. Вот мы теперь и видим. Даже не зная еще, что там делается, но как идут события, можем сказать, жребий был брошен. А можно ли его изменить? По-человечески нельзя. Мы приговорены. По-божьей в один день. Если это Богу будет угодно. Спрашивают. Ну а конкретно, как вы видите? Не вижу. Я знаю только, вот в маленьком месте здесь могу. Я даже не могу повлиять вот двухэтажный дом у соседей наших. Я молюсь и коободом, чтобы они на нашу территорию не сходили. Чтобы не подожгли и не воровали. Я больше ничего не прошу. А что обратятся? Я не верю. Веры у меня в это нет. Потому что в городе действуют разные секты, и никто не обращается. Евангелие от Матфея, 27, глава 35. Из всех говорится, что об одежде Христа бросали жребий. Это дошло и до времен Христа. Четыре воина, они все неверующие, в одинаковую службу несут, в одинаковое звание. А кому одежда будет? Разорвать нельзя. Бросили жребий. Кому она достанется? Деяние апостолов 8, 21. Когда Симон решил купить силу, чтобы творить чудеса, то Петр говорит, нет тебе всем счастье и жребий, ибо сердце твое неправо пред Богом. Это очень большой урок. Многие, может быть, священники, которые при помощи мирских властей получили это место, епископы, они не должны стоять. Это 7-й Вселенский собор, 3-е правило. Жребий брошен от всей церкви. Правило гласит, не имеет права он быть. А такие поставленные спрашивают, но если он не имеет права, а он стоит, а он рукополагает, от него священники, да таинство есть или нет, не могу ответить. Значит, Бог его почему-то терпит. Вывод делается такой, потерпеть и нам надо. Потерпеть. А он недостойный, неправильно поставлен, не знаю. Если всех их убирать, таких, после как убрать, а потом как узнать, что он до конца, он документ не показывает. Вид один только. Смириться с этим. Деяние 26.18. Чтобы получить прощение грехов и жребий со священными. Наш жребий спасения. На нас пал жребий. Вот когда люди где-то соснули, я читал, на острове, то каждый день расстреливают. И приходит то 17-е, а люди становятся, никто не знает. Отходит 17-й, ложись, следующий 17-й, ложись, прошел всех, расстрелял, все свободно до завтрашнего дня. Жребий выпал. И вот точно так на спасение стояли люди. Каждому четвертому. Выходи. Ты спасен. Вот жребий пал на нас. Мы избранники Божия. Не на погибель, а на спасение. Спросят, почему ты стал верующим, а твоя сестраевская жребия пал на меня такой убога. Бог! Обо мне так решил. Притча Соломона, премудрость Соломона 1.16. Грешники привлекли руками смерть и достойны быть ее жребием. То есть то, что грядет, многие будут убиты, они люди достойны, они живут по законам смерти. И жребий их умереть. Премудрость 2.9. Безбожники говорят, оставим слепи веселье всюду. Надо успевать жить, пока молодость. Это жребий, доля наша и жребий. Они так понимают. Чем больше в этом мире возьмешь сладостей, таков наш жребий. А мы же знаем, что жребий наш, быть освященными и святостью. Вот изначально, с какой жребий, Бог дал человеку, а дьявол переменил на другое. Книга Серахова 15.15. Когда человек умирает, то родственники по жребию делят его имение. А это может коснуться каждого из нас. Поэтому до смерти надо распределить свое имущество. Хотя есть у тебя дети и нет. Если есть дети, что-то немного оставь. Постану и позаботься отдать, кто больше всего нуждается. Я вам завещаю о книгах своих, чтобы ни одна книга не осталась просто так лежать. Позаботиться. Если не будет покупать или находить надежные руки, пусть бедные, а раздавать. Чтобы все было для славы Божией. Серахов 26.21. Еще есть такой жребий, который над каждой женщиной висит и может в любой момент ударить ее. И ты сама решишь, попадаешь ты под него или нет. Притом жребие называется жребие грешника. И притом он привлекается тобою. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Самое злое создание на земле женщина. Жребие грешника допадет на нее. Ты услышала? Просил Бога доброе, любящее сердце. Жена своими руками может и созидать, и разрушать. Мужчины в данном вопросе психического настроя, они более грубые. Труднее где-то можно извинять. Почему женщины служили Христу постоянно. У ней сердце более сострадательное. И женщина очень многое может сделать тайной ночной молитвой. Очень многое. Если вот совсем уже муж ожесточенный, бывает, но не столько же бы их было, если бы женщина по-настоящему была кроткая, смиренная, ни одного слова лишнего не слышал, молилась и доверялась Богу. И вот тот жребий, о котором мы узнали, это в наших руках. Мы жребий свои можем изменить. Как некоторые говорят, что дьявол выпросил страну. А мы скажем, если страну, то значит и человека. А разве может быть такой может? Оказывается, дьявол приходит среди ангелов. И Бог хвалится. Ты видел, Иобама, Иоиова? И брошен был жребий. Сатана говорит, не зря он такой, а вот он корыстный, ты ему добро делаешь. А Бог говорит, нет, давай жребий бросим, чай будет. Образно сказать. И получилось так, что все было на стороне дьявола. Но с смирением, с волей Божией, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно, и не возроптал, и ничего худого не сказал. Вот этим самым Иоов переломил ситуацию, и жребий праведника пал на него. Мы получили жребий со священными, с верующими. Чтобы сатана не изменил этот жребий наш, на погибельный жребий грешника на нас не пал. Для этого необходимо все время просить Бога, чтобы Дух Святой занимал наше сердце. Чтобы мы все время просили Его, омой нас кровью Твоей причистой, Господи. И все время надо Богу напоминать как бы об этом, для обновления самого себя. Господи, я верю, что Сын Твой ради меня на землю сходил. Господи, я очень и очень люблю Тебя, я верю, что Ты за меня страдал. И я верю, что жребий Твой пал на меня, Ты дал мне веру. У меня столько родственников, а веры у них нет. Это от Тебя. Твой жребий пал, избрал меня. Помоги мне его оправдать. Чтобы, Господи, я не был постыжением для верующих, для общины, то и в первую очередь для Тебя. Итак, если бы сейчас было избрание, вот такое, как во времена апостолов, и бросили жребий, то еще научают, что избирать нужно тех людей, которые с самого начала здесь, вот на какую-то должность. Видите, они что, которые постоянно были с Иисусом, но с Иисусом сегодня это жить по заповедям Господним, не нарушал уставы, каноны церковные, нигде не уклонился в ере, в сектанство, когда уже познал истину. То есть мы оттуда это все переменяем на себя. И вот тогда, помолившись, как апостолы были, ну, образов, скажем, чтобы священник был, и тогда можно бросить жребий малыша вот такого, помолиться с ним и сказать, ну, давай, какой ты вытащишь. У нас пока не было, но это нам не запрещено. Этим нельзя злоупотреблять. Может быть, это речь идет о чем-то большом. Кого-то избрать на проповедь из нашей общины, куда-то поехал на миссионерскую работу. И вдруг у нас такие ревностные несколько человек, а послать можно только одного. О, в таком плане, великий Бог через великое Слово Своё научает нас быть внимательными и не переменить доброе и Его избрание нас на худое. Аминь.